Вот в такой импровизированной машине скорой помощи вовсю идет оказание первой неотложной помощи в качестве специалистов старшекурсницы Брестского государственного медицинского колледжа. Здесь мы рассказываем про такую дисциплину, которую обучаемся в нашем медицинском колледже. Это скорая медицинская помощь, на которой мы обучаемся оказание неотложной медицинской помощи в различных областях, таких как терапия, это аллергические какие-нибудь заболевания, крапивница, ангиотек, анафилактический шок, всем известно, да, это в пульмонологии, бронхиальные астмы, приступы, пневмония, стеноз, гортания, это в гинекологии, преклампсии, эклампсии, то есть повышение артериального давления у беременных, это гистозы, различные осложнения послеродовых периодов. Это и многое иное изучают студенты колледжа. Обучение ведется по двум специальностям – сестринское и лечебное дело. С присвоением к квалификации медицинская сестра, помощник врача и фельдшер-акушер соответственно. В первую очередь, конечно, хотелось бы, чтобы они были целенаправленные, которые понимали всю ответственность работы в организациях здравоохранения, те, которые понимают, что такое помощь пациента, что такое прийти в нужную минуту на помощь, те, которые, может быть, у кого поколение работников, в семье медиков, очень много таких учащихся. Сейчас в колледже обучается 700 юношей и девушек. Осенью прошлого года в учреждении образования ввели новую практику. На специальностям сестринское дело можно поступать на основе общего базового образования. Таких групп набрали две. В этом году планируют столько же. Среди тех, кто успешно воспользовался возможностью поступить – Елизавета Карпук. Я сама хотела связать свою жизнь с медициной, и появилась такая возможность, что медицинский колледж начал набирать учащихся на основе общего базового образования. Я очень загорелась этим желанием и подавала документы именно сюда. Я с Каменецкого района, проживаю в общежитии. Общежитие очень классное, оно обустроено всем оборудованием, необходимым для жизни. В этот раз решили отойти от привычных форм дня открытых дверей. Вместо этого потенциальным абитуриентам продемонстрировали дефиле профессии, а также творческо-спортивные папури, подготовленные учащимися. И настоящая экскурсия. Ребята разделили на несколько групп. Для каждой из них мастер-классы и знакомления с реальным процессом обучения. Гостями дня открытых дверей стали более сотни юношей и девушек, часть из них в сопровождении родителей, для того, чтобы ознакомиться со всеми аспектами и уже вынести коллегиальное семейное решение. На сайте Брестского медицинского колледжа государственно мы получили информацию, что сегодня проводится день открытых дверей. Мы планировали с ребенком после девятого класса попробовать поступить в это учреждение образования, поэтому обрадовались, что есть такая возможность, познакомиться со спецификой этого учебного заведения. Мне, как маме, очень хочется помочь ребенку сделать правильный выбор. Я думаю, что такие мероприятия помогут ей знакомиться с учебными кабинетами, с тем, чем ей придется заниматься в будущем, как получать это образование, стоит ли это делать, чтобы не ошибиться. Мне хочется связать свою жизнь с косметологией. Я хочу помогать людям, также помочь себе. Хочу быть полезным. Наверное, самые две такие благие профессии вообще в нашей жизни – это педагогика медицина. Я являюсь сама педагогом. Почему бы в семье не приобрести себе медика? Наверное, это логично, правильно? Поэтому, конечно, медицина не стоит на месте, развивается. Хочется, наверное, таким образом и свой какой-то вклад внести в это развитие. Пускай бы вот ребенок чего-то достиг в этой области. Мне вообще очень нравится помогать людям, приносить пользу обществу. В общем, мне интересна медицина сама. В юных, мотивированных и грамотных медицинских кадрах нуждаются и учреждения здравоохранения области. И для них создаются условия для того, чтобы ребята смогли закрепиться в профессии. Как социальные партнеры Министерства здравоохранения мы тоже заинтересованы в медицинских кадрах. И в том числе в медицинских кадрах среднего звена, имеющих среднее специальное образование. Но наша задача профсоюза здесь можно разделить на два этапа. Первое – это процесс обучения. Мы должны сделать им комфортные условия для проживания, пребывания в стенах учебного заведения и обеспечить процесс обучения. После окончания учебного заведения предоставление в чужите либо арендного жилья. Это компенсация частичная на оплату проживания молодым специалистам, создание комфортных условий для работы в коллективе. Всего же в 2023 году в Брестке Государственный медицинский колледж планируется набрать 270 ребят.